Всем дизайн! Меня зовут Шелковская Наталья, я дизайнер интерьеров, а вы на канале Шелнад. Сегодня мы с вами разбираем, что же нам нужно сделать с маленькими помещениями, какие голливудские эффекты к ним добавить, чтобы получились у нас из маленьких помещений помещения большие, ну или хотя бы немножечко побольше. Для начала хочу сказать, что есть два подхода. В первом подходе мы разбираем целиком помещение, анализируем его и добавляем в него функцию, максимально удобную и комфортную для маленького помещения. А во втором подходе мы работаем с комнатой и с визуальными эффектами, визуальными спецэффектами, которые нам эту комнату расширяют и увеличивают. Начнем с первого подхода. Первое, что нам нужно сделать, это оттолкнуться от количества квадратных метров и количества окон и сформулировать, какие нам необходимо зоны разместить на данной площади в данной квартире. После того, как мы для себя решили, что у нас будет спальня, кабинет там и так далее, кухонная обеденная зона, мы все это для себя сформулировали. И мы пытаемся на этой площади скомбинировать и разместить все эти зоны таким образом, чтобы жилые зоны у нас были с окном, а помещения, которые обслуживают хозяина квартиры, санузлы, например, гардеробные, кладовые и так далее, они у нас остались без окон. Спальни, кстати, очень желательно делать с окнами, несмотря, кстати, на популярное мнение, что я в спальне только сплю, и мне окна там не нужны. Потому что, во-первых, в спальне без окон очень тяжело просыпаться. Во-вторых, нам психологически необходимо контролировать не только территорию дома, в котором мы находимся, но и территорию за пределами этого дома. Потому что, если вдруг за окном начнется война, или вдруг в наш двор забежит деструктивно настроенный мамонт, начнет нам там все громить, а нам далеко бежать до окна, и мы не успеем оперативно среагировать, наш инстинкт постоянно нам говорит о том, что нам необходимо контролировать вот нашу территорию, контролировать, что происходит там, чтобы вовремя, если что, предпринять какие-то действия. Когда мы запираем себя в комнате без окон, мы лишаем себя этой возможности, и вот этот вот инстинкт самосохранения, он вот так вот маленькую капельку в наше море стрессов добавляет. И, конечно, это не лучшее, что вы можете сделать с помощью планировки собственного дома для самого же себя. Поэтому я вам очень рекомендую ради собственного спокойствия и прекрасного пробуждения всегда в спальнях делать окно. Давайте разберем на примере, что же вам нужно делать, если вы обладатель небольшого помещения, небольшой квартиры, площадью менее 40 метров и, например, с двумя окнами. Самый популярный вариант. И ставим мы перед собой такую задачу. Нам нужно сработать на совмещение функций и на увеличение пространства. Для этого я предлагаю вам вот такой алгоритм. Первым шагом мы для себя выделяем те зоны, которые нам необходимо впихнуть в наше небольшое пространство. Например, нам нужна кухня, нам нужна столовая, гостиная, спальня, хранение вещей, санузел, прихожая и небольшой кабинетик. Шаг второй. Мы проходим все этапы психологического принятия очевидного факта невпихуемости, а это отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие того факта, что у нас не влезут все очухи в наш интерьер. Шаг третий. Мы совмещаем некоторые функции и распределяем их по помещениям. Например, частый вариант. Мы кухню со столовой и с гостиной совмещаем в одно помещение с окном, спальню, например, хранение и кабинет в другое помещение с окном, и у нас без окон останутся санузел и прихожая. Вы можете комбинировать эти зоны так, как вам угодно, можно по-разному здесь все это решать, но логика вам должна быть кристально понятна. При планировке только, пожалуйста, не тешьте себя лишними надеждами, и очень много новичков допускает такую ошибку, что они на планах БТИ рисуют унитазы размером с чашку, какие-нибудь столы размером со стул, и у них очень много функций влезает в их 40 квадратных метров, чуть ли не 3-4 комнаты таким вот подходом. Такой подход чреват тем, что он обычно с огромной скоростью опускает человека, который использует этот подход, на землю и приносит большие страдания, разочарования в очень короткий промежуток времени, скорее всего, уже когда строитель начал что-то делать и строить, а вы уже размечтались, что у вас там будет 10 комнат. Лучше сразу использовать рациональный подход, зная размеры, использовать чертежные программы, прийти к нам на курс, например, мы там чертим все планы в масштабе, или хотя бы вы самостоятельно на миллиметровке сделаете этот план с учетом размеров, с учетом того, что вы понимаете, что стол круглый у вас будет метр, что стул у вас будет 50 сантиметров и так далее. И в таком ключе, в таком подходе у вас будут планы с правильными пропорциями, и вы не пройдете вот эти этапы разочарования, принятия в экспресс-режиме прямо перед строителем настройки. И теперь перейдем к приемам, к нашим голливудским спецэффектам, как увеличить визуально непосредственно сами комнаты, которые у нас получились. Светлые стены, пол и потолок всегда будут играть на расширение пространства, а темные цвета будут всегда пространство сужать. Но не наоборот. Потому что если вы вдруг прочитали на каком-нибудь портале какое-нибудь мнение, что если вы хотите расширить вашу комнату, используйте темные цвета, это неправильно, это противоречит всем законам физики и законам отражения света. Это не работающий прием. Темный цвет сделает из вашего помещения более камерное помещение, помещение похожее на шкатулку. Вот этого эффекта вы добьетесь. Еще может быть такое, что вам необходимо совместить светлые и темные поверхности, чтобы как-то поработать с пространством и выровнять его пропорции. Такое может быть, но вам для этого нужно знать, конечно, как поработать с пропорциями, что происходит вот в этот вот мистический момент. И здесь вам нужно быть готовым, чтобы вы не просто так делали темную стену у изголовья кровати, потому что так захотелось, а потому что у вас геометрия пространства диктует вам сделать темную, например, одну стену и темную стену темной шторы повесить и тем самым приплюснуть комнату к квадрату. Здесь есть много нюансов, нужно знать, как работать с пропорциями. Мы такое проходим на курсе, но если вы хотите самостоятельно это изучить, то я вам предлагаю занырнуть в это с головой, чтобы не наделать каких-то ошибок, которые ваше помещение, например, похожее на прямоугольник, на вагон, еще больше вытянут и исказят. Прозрачные стулья, прозрачные столы, прозрачные перегородки, какие-то стеклянные элементы интерьера растворяются в пространстве и не съедают его. Поэтому чем больше вот таких вот прозрачных элементов интерьера будет в вашем помещении, тем больше будет казаться ваше пространство. Используйте мебель на ножках, потому что есть такой спецэффект, чем больше видно пола, тем больше нам кажется пространства. И для этих целей как раз, кстати, отлично подходит мебель в стиле 60-70-х, которая сейчас очень на волне их тренд, такой нью-ретро. Там очень много стильной современной мебели, которая немножко вдохновляется, скажем так, стилистикой 60-70-х, но имеет современный и актуальный для текущего года вид. И с санузлами тоже самое работает. Если у вас маленький санузел, и вы хотите его визуально увеличить, поднимайте раковину, поднимайте унитаз от пола, освобождайте площадь пола зрительно от всего, что только может быть. Конечно, если надо много хранения, то мы не можем обойтись без встраиваемых шкафов, без щелей под потолок, чтобы у нас максимум всех наших вещей туда влезло. Но есть еще один нюанс. Чем меньше вещей мы видим, заходя в комнату, тем больше нам кажется эта комната. То же самое касается чистоты и порядка. Если комната в порядке, там нет барахла, нет раскиданного хлама, она нам кажется больше и чище. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод. Все лишние предметы для того, чтобы увеличить пространство, нам необходимо собрать и распихать за закрытые дверцы шкафчиков, чтобы мы их не видели. И тем самым мы значительно увеличим пространство нашей комнаты. И если квартира ультрамаленькая, то, конечно, нам еще не обойтись и без встраиваемой мебели трансформера. И если раньше такие решения стоили очень дорого и привозились из Европы, например, то сейчас ее можно встретить по очень доступным для каждого ценам и разместить вот такую вот прекрасную, интересную мебель трансформер у себя дома, очень сильно сэкономив пространство. Чтобы визуально увеличить маленькую площадь, пол нам необходимо покрыть единым полотном напольного покрытия, а не под кухней одно покрытие, под столовой зоной другое, или под диваном другое. И под спальней, под кроватью у нас третья. Нет, не дробите, нам нужно единое полотно, которое объединит все эти зоны в единое большое пространство, когда получится классный спецэффект. И пол нам этот желательно сделать однотонным, чтобы взгляд у нас не спотыкался, а крупные узоры и фактуры. Допустим, единственное, что только вот мелкий-мелкий, какой-нибудь динамичный рисунок, который на небольшом отдалении все равно у вас сливаться будет в единое полотно. Вот такой вот мелкий рисунок допустим. К сожалению, маленькие помещения очень требовательны к стилю. И классические стилистики, околоклассические интерьеры, они съедают благодаря своим рюшам, благодаря своим молдингам, благодаря своим витиеватым формам больше пространства, чем, например, стили, которые я бы вам порекомендовала. Это, допустим, скандинавский стиль, это минимализм, это что-то среднее между скандинавским минимализмом, так назовем его сканди-минимал, и стиль 60-х, 70-х годов, то, что сейчас в тренде очень, это вот эти вот ножки, которые приподнимают мебель над холлом. Это вот все очень хорошо вписывается, в небольшие помещения. В маленьких пространствах используйте зеркала как можно чаще. Ломайте ими пространство, увеличивайте, удваивайте помещение. Вы можете добавлять с помощью зеркал света, если даже, например, просто разместите их на оконных откосах, у вас уже будет больше отражения света и больше света, который поступает в вашу комнату. Но и не только на откосах, его, естественно, можно использовать. Можно, например, сделать целую зеркальную стену, и все это будет очень актуально и очень уместно в небольших помещениях. Если мы работаем в маленьком пространстве и играем на увеличение, то в данном случае контрасты нам противопоказаны. И в данном случае очень хорошим вариантом будет, если у нас светлые полы, светлые стены, светлая мебель, и все это как бы сливается друг в друга, растворяется друг в друге, мы не видим границ, и за счет этого наше помещение становится больше. Вот это вот очень хороший прием. Несмотря на то, что контраст нам, конечно, нужен в интерьере, если у нас первоочередная стоит задача увеличить пространство, то про контрасты нам необходимо забыть. Объемные цветы в больших каких-нибудь горшках и ростом с человека очень сильно уменьшают пространство. Поэтому нам необходимо использовать для маленьких помещений микроцветочки в микрогоршочках на микрополочках. Это будет самым лучшим решением. Такие цветы у нас как бы создают зелень, но при этом они встраиваются в маленький интерьер очень удачно, и они не претендуют на какое-то большое внимание. Если у вас нет места в помещении для того, чтобы поставить дополнительный журнальный столик, для того, чтобы поставить дополнительный стул или торшер, это значит, что у вас нет места для того, чтобы поставить туда горшок с цветком. Воспринимайте вот этот вот большой цветок с большим объемным цветением как дополнительный предмет интерьера, для которого нужно отдельное место. Нельзя просто так взять и захотеть завести у себя дома цветок. Нужно ответственно к этому относиться, потому что вы должны понимать, объемные цветы очень сильно съедают пространство особенно маленьких комнат. Очень сильно уменьшают пространство комнаты объемные шторы, которые идут от потолка до пола и вот так вот развиваются в разные стороны большими крупными фалтами. Вместо них лучше для маленьких помещений, для маленьких комнат предпочесть римские шторы, какие-нибудь шторы плесе, рулонные шторы. Это более уместно будет и оно очень сильно облегчит ваше небольшое помещение. На уменьшение комнаты у нас очень сильно играет объемная люстра, которая свисает с потолка, особенно если это касается помещений, где высота потолка небольшая. Тогда у нас появляется как бы психологическое ограничение, и мы уже не можем спокойно взмахнуть руками, например, потанцевать, потому что вот это свисание люстры, оно заставляет нас воспринимать пространство как тесное, как маленькое и давит на нас. Освещение в маленькой комнате, общее освещение в маленькой комнате должно быть равномерно размазано по потолку и особо не высовываться. Какое-нибудь значительное свисание допустимо в функциональных зонах, например, если нам нужно подсветить обеденную зону или рабочую зону, мы хотим подсветить с потолка, такое может быть, либо мы хотим подсветить зону тумбочек сверху. Это тоже допустимо и не будет вызывать какого-то сильного давления и психологического теснения. Кстати, если вам интересна тема освещения или если вы, например, хотите узнать, почему решение освещать комнату с помощью одной люстры в центре комнаты это решение эпохи юрского периода, напишите мне, пожалуйста, внизу в комментариях, если я увижу интерес с вашей стороны, то обязательно подготовлю ролик на эту тему. В маленьком помещении не должно быть никаких высоких изголовьей кровати, не должно быть каких-то стульев тронов, не должно быть диванов объемных, все должно быть, вся мебель она должна быть как будто немножко крошечной или липутской. Если у нас стул, то это стул с невысокой спинкой, если у нас диван, то он достаточно приземистый, если у нас изголовья кровать, то она тоже достаточно низкая, и все это нам будет работать на увеличение пространства и будет работать очень хорошо. А какие вопросы с маленькими помещениями заставили вас помучиться, давайте это обсудим внизу в комментариях, и может быть я вам даже чем-то буду полезной и что-то подскажу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, включайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Здесь все мои соцсети, Instagram, Telegram, тут меня тоже можно найти. И до новых встреч! Всем дизайн!